Зодиак-сайны? Эти тоже чиновники. Что это лива делает здесь? Теперь нас ждет, ждет удивительный, мрачный какой-то подземелье или подвал, который Рио открыл. Вот посмотрите, после того, как мы вставили эфес меча, который нам дали в антикварной лавке, плюс меч, который мы нашли в доджо. Ключ к этому мечу было отыскать не так легко, но мы справились и нашли его все-таки. А теперь давайте исследуем этот подвал. Да уж, Рио, интересно не только тебе. Потайная дверь в зале, нашел подвал, может зеркало Феникса здесь, ну... В любом случае, оно точно должно быть здесь. Другого места, ну я просто не знаю. Так мы ничего не видим. Рио, наверное, скажет, что дальше не пойдет, поэтому я сразу же возьму фонарик. И мы уже пойдем с фонариком. Так. Что у нас? Эй, Рио, ну ты вышел! Он сам вылез по лестнице. Давай назад! Мы только-только начали осматривать. Я просто посмотрел, там слева вроде какой-то был интересный такой проход. Или мне показалось, но Рио тут же решил вылезти. Плохо, конечно, что здесь не по кнопке выходишь из подвала. Да, давайте опять включим наш фонарик. А, нет, это не проход, это просто, так сказать, уголочек такой. Ну, давайте двигаться дальше. О! Сколько тут интересных всяких вещей. Ну, давайте начнем осматривать. Все с самого начала, чтобы ничего не пропустить. Топор. Здоровый топор-то. Это непонятная какая-то рамка. Спички. Они бы нам пригодились, если бы у нас не было фонарика. Батареечками. Давайте, кстати, посмотрим. Здесь где-то лампочка может быть есть. Где-то, где-то может быть здесь есть лампочка. Ага, я вижу выключатель, значит где-то должен быть... Должен быть источник света. Вот, вот, нашли мы. Нашли мы. Вот он. И помните, внимательный зритель, как всегда, вспомнит, что мы в магазине, еще помню, помню, в самом начале, купили лампочку. Мы могли бы... Здесь очень много вариантов. Можем ходить с фонарем. Мы можем ходить со спичками. Мы можем ходить со свечкой. Мы можем включить лампу, вот эту, верхнего света, купив лампочку. Или, по-моему, в доме можно было еще взять, если я не ошибаюсь. Невероятное количество вариантов решения вот в такой вот пустяковой, так сказать, проблемой, я сказал бы. Давайте выключим наш фонарь, он уже нам ни к чему совершенно. Батарейки садятся довольно быстро. Но решений просто невероятное количество. Как вы видите, вот свечку, пожалуйста. Мы могли бы ее взять, но она сейчас нам не нужна, потому что мы воспользовались лампой. Теперь у нас есть верхний свет. Мы нашли еще один прием. Выучим его обязательно. Посмотрю, что еще есть внизу. О, что это? Интересно. Какой-то дротик метательный, или что это? Ну, мы его здесь оставим. Давайте посмотрим следующий стеллаж. Тут какая-то интересная настойка у нас есть. Что это? Эликсир вечной молодости. Я вспомнил, что мой папа мне рассказывал, что это было использовано по профессиональным учебникам в Чинстве. Где папа это получил? Ничего себе, эликсир вечной молодости. И ты его поставишь назад, да, Рио? О, боже мой. Это же такая классная вещь. Как же ты мог его поставить назад? Что-то у нас на стене? Где же отец взял? Ну, где отец только, видимо, не побывал. Да, более того, мы можем не только ходить со свечками, мы можем еще зажечь свечки в подвале. Вот слева от меня одна из них стоит. Загадочная фотография. Неизвестно, кто рядом с ним находится. Или я просто не помню, уж извините меня. Нет, ничего еще здесь нет. Какая-то книга. Ну-ка. Тоже, наверное, ничего особенного. Но, Рио все-таки проверил. Давайте вторую половину осмотрим ящиков. О, что это? Да, интересный амулет. Но Рио не интересует, он кладет обратно. И здесь тоже, в общем-то, ничего особенного. Так. Зодиак-сайны? Эти тоже чиновники. О, перо. Белый лист даже не высох? Интересно. Я раньше, кстати, такого не находил. Первый раз такое вижу. Какой-то лист. А это что? Это пейпер-вейт. Это, наверное, что-то для правописания. Или, ну, что-то около этого. Это пейпер-вейт. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Да, вот здесь тоже можно было зажечь свечку, в принципе. Гребень. Ну, может быть, кто-то из твоих бабушек. Здесь ничего. И здесь у нас еще одна свечка. Опять же. Я могу все равно использовать. Возьмем ее. Пригодится, может быть, еще. Хотя, я не помню. Нужна ли она нам где-то еще будет нужна? Давайте посмотрим в зеркало. Ну-ка, 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 давайте рассмотрим. Интересную мы вещь нашли. Что это значит? Похоже, это знак. И похоже, что он запечатан. Даже не закрыт. Правильный перевод был. А именно запечатан. Там у нас еще один эликсир. А это что? Какая-то чаша. Это наша семья Крест. А, это чаша для саке. С гербом семьи. Это имеет что-то связи с моей семьей? Ну, да, безусловно. Еще один эликсир, да? Хачири-сан? Какая-то медицина? Она выглядит довольно старой. Может, мой отец использовал ее. Ну, видимо, что так. Видимо, да. Так, посмотрим, что внизу. Что это такое? Какие интересные вещи тут Рио находит. Просто красивые. Или действительно загадочные. Давайте посмотрим, что еще вот здесь вот у нас. Какие-то ящики просто. Интересно, с чем они? Рио на них внимания не обращает. Так, мы закончили с этим? Да, вроде здесь ничего нет. Кстати, смотрите-ка. О, кажется, я кое-что заметил. То есть? Ну, да, да, я догадываюсь. Царапина на полу. Царапины на полу. Понятно. Значит, эту штуку можно было двигать. А-а-а, вот почему написано на талисмане, что что-то запечатано. То есть, не запечатано, даже спрятано. Можно так сказать. Тут у нас подставка для свечи. Вот это, это действительно правильное учение. Что тут еще можно добавить? Посмотрим внизу, что у нас есть. Нет, ничего здесь. А, нет, есть ящики. Давайте ящики осмотрим. Все-таки Рио посмотрел. О, что это? Это говорит, что все хорошие действия будут зарплатены. Мой отец это написал? Возможно. Видимо, тут много таких надписей. Ну, все, конечно, мы рассматривать не будем. Да и нельзя, видимо, здесь этого сделать. Хотя я уже, я уже сомневаюсь, что в этой игре нельзя. По-моему, здесь все можно. Это просто невероятно. Давайте двинем шкаф. Посмотрим, что там у нас. Рука, что-то записал. Полку передвигали. Но зачем? Ну, зачем? Там явно что-то внизу. Что-то интересное. Как раз вот почему была надпись. Ее запечатали. Вот что запечатано. Тайник запечатан. Дорогие звучит. Это все. Ну, я вспоминаю про топор, который лежит в самом начале. Давайте его возьмем. Тут-то он нам и пригодится. Можно я брать стекло с этим агономом? Это хазуки-фэмилия крест. Это хазуки-фэмилия креста. Это хазуки-фэмилия креста. Вот оно. После стольких усилий. Вот оно. Руки-фэмилия креста. Так что это феникс-миро? Это довольно скучно, да? Я чувствую, что это меня поднимает. Рио-Рио-Сан, прекратите, пожалуйста! Вы думаете, что это может быть уничтожено? Нет, я не думаю, что это уничтожено. Ух? У меня есть чувство об этом, но я не могу объяснить. Эй, видите, что я имею в виду? Это опасно! Ты обраден? Фоксан, будь реалом, пожалуйста. Что? Я серьезно! Осталось. Дай мне немного времени, хорошо? О, конечно. Я должен взять этот миро к Мастеру Чену. Опять Рио всех от себя отгоняет, опять всех от себя отдаляет. Сколько же можно? Надо сходить к Мастеру Чену. Давайте созвонимся с ним из дома и договоримся о встрече. Он сказал звонить обязательно и назвать пароль. Мастеру Чену. Так. Откроем нашу книжку. Так. А где же номера? Да, номер, 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 номер. Так. Поместье Хазуки на Уюке. Нет, нет, нет. Все не то. Чен. Чен. Вот он. 0468615647. По-моему, я где-то его записал, если не ошибаюсь. Да, вот он у меня здесь записан. Давайте его и введем. Так. Так. Где-то так. Ноль, 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 ноль. Ноль. Четыре. Ах, не тот номер. Еще раз наберем. Пять. Хорошо, здесь можно заново набрать, а не, ну, в смысле, убрать последнюю цифру. Конечно, в реальности такого сделать не получится на таком телефоне. Придется заново все набирать. Hello? Mother Earth. Я забыл. По-моему, небес отца. Father Heaven. Упс. Ах, не то. Вот я. Нет, я молодец просто. Давайте еще раз. Я открою книжку. Больше не буду так позориться. Так, где оно здесь было-то? По-моему, он был в последних, да, если я не ошибаюсь? Так, небеса, дракон, земля, товарищи. А, то есть на небеса я отвечаю дракон, а на землю товарищи. Все, понятно. А могу я последний номер-то набрать? Наверное, нет. Придется заново все набирать. Так. 0,4. Давайте, давайте заново все наберем. И последнее. Да, жалко, нет повтора. Он бы очень пригодился. Привет? Привет? Father's Heaven Uh... 9 dragons Mother's Earth possession Помрадная 8 Master Chinh, jemand дар. Excuse me, а ты яв small? Моя номинаем из Haazки swim Снимое Что это? gesehen thus, я обнаружил Το Мирор... Я скажу моему папе, что пришел в магазин номер 8. Конечно. Думаю, все-таки мы успеем. И мы на всех парах отправляемся сейчас на остановку, потому что мы договорились о встрече, и ее никак нельзя пропустить. Это очень важная встреча, и нужно совершить ее как можно быстрее, потому что мы же нашли зеркало. Плюс мы знаем, что тот ужасный кротышка за нами охотится. И ему явно это зеркало очень-очень симпатично и интересно. Мне очень нравятся вечерние Яманоси, Сокругаока. Вообще, очень красивые, уютные места здесь, локации. Действительно, действительно очень-очень уютные. Вот Сокругаока все-таки не так, а вот Яманоси просто превосходно смотрится. Давайте, я думаю, пойду не через этот проход, а через вот этот, потому что через этот быстрее добраться до остановки, чем бежать через весь город. Плюс такие уютные тропинки всегда мне нравились. Конечно, надеюсь, нас никто тут поджидать не будет. Ну, в Японии все, в принципе, спокойно. А, почему мы не можем спуститься? Ага, там человек на лестнице. Ну, давай, проходи уже скорее. Поднимайся, мы за тебя спустя. Это наш друг, насколько я помню. Но, к сожалению, у нас нет времени сейчас с ним общаться. Поэтому мы скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее-скорее бежим на остановку для того, чтобы отправиться сегодня. Не сегодня, вернее, а в выходной день у нас автобусы ходят без 15, то есть в 15 минут и без 15. А в будни у нас автобусы ходят каждые полчаса. Ну, то есть они и так ходят, как и каждые полчаса, просто немного у них меняется. Меняется у них время прихода и отхода. Да, вот бы в реальности у нас так автобусы ходили, а? Представляете, такое? За минуту он уже показывается вдали и прибывает ровно секунду. И даже не просто прибывает ровно секунду в секунду. Он двери открывает секунду в секунду. Вот это точность. Вот это японская точность. Хотя, конечно, такого не бывает. Даже в Японии. Даже в самой продвинутой Японии. Так, мы прибыли в порт. И надо скорее бежать навстречу. Порт, надеюсь, не закрывают здесь на ночь. Ну, вообще, да, не должны закрывать, потому что, помните, как мы тут пытались пробраться в старый складской район? И нас ловили, ловили, ловили. Пока... О! Пока вот этот наш старый знакомый, но нам с ним сейчас видеть и не о чем поговорить, кнопка не зажглась. Пока он нам не дал карту, не подсказал. Хотя и карты я не так уж и сильно мне помогла, на самом деле. Эх, что ж ты сразу нас так не пригласил в первый раз? Как это было чудесно и превосходно бы. Мы подходим вечером. Здравствуйте, сэр. Не хотите ли вы пройти на склад? А может быть на восьмой может вам показать дорогу? Ой, нет, нет, не стоит, сэр. Я сам найду. Угу. Все было по-другому. Хватай его. Держи его. Это Рио. Он хочет пройти на склад. Да. А-а-а. Двое милые. Два милые. Двое время, Чжу-юнда мне сказали, Когда утром и феникса встретятся, Глазы и Ермьевны будут открываться. И Чи-ю будет воскресняться на земле. Чи-ю. Это легендарный монстр чиновного, который будет обрадить этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok